Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Домник Домохозяйки. Сегодня у нас понедельник, 21 августа. Понедельник день тяжелый. И начнется он сегодня у домохозяйки. Сразу вот видно, с чего он начнется. Вчера все посидели, вся семейка. Никто даже за собой не поправил. Но это нормально. Есть же домохозяйка, у нее работа такая домохозяйская. Поэтому она проснется и приведет весь дом в порядок. Весь дом, хозяйство. Все надеются на домохозяйку. Поэтому не ропщу, а начинаю свою домохозяйскую работу. И сегодня я вам, может быть кому-то не интересно, хочу рассказать о том, что не нужно торопиться и выбрасывать из холодильника то, что уже просрочено. А почему я хочу сегодня сделать такой влог? Потому что вчера приехали дети. Они сказали, мам, у нас много работы с Никитой. Катя сказала, так что мы на три дня, чтобы нам никуда не мотаться. Мы приехали на три дня. Ну, как обычно, в будни я сижу еще с Павлом. Сейчас они уехали. Что-то не поймем. Ну, какие-то на языке у Павловки шишечки. Поехали к доктору в город. Стоматит, что ли. И температурка была. Когда в субботу, да, мы из монастыря с Сашей ехали. И Катя звонила. Она говорит, мам, температура что-то у него. Ну, в общем, вот, поехали к доктору. А я, пользуясь случаем, заглянула в холодильник. Сейчас мы с вами заглянем. И просто была в шоке. Соответственно, она говорит, мам, мы тут привезли все, что у нас там осталось на даче в холодильнике. Разбери. Ну, вот, сейчас мама будет разбирать. Кому интересно, пошли. Итак, подошли к холодильнику. Открываю дверку. А тут, а тут, а тут. В общем, будем проводить ревизию. И что у нас из этого получится, я все покажу. Молоко открытое. Все три пакета, две бутылки. В общем, здесь мясо, здесь мясо, здесь мясо. Творк. Все нужно проверить. Хлеб. Хлеб почему у нас в холодильнике? Это хлебушек монастырский. Я храню его в холодильнике обязательно, чтобы надолго его хватило. Но в основном монастырский хлеб едим только мы с Катей. Он немножко такой специфический. Он на закваске, без дрожжей. Очень вкусный. Ну, нам надолго хватает. И еще Катюха, смотрю, привезлась с курагой и черносливом. Она берет вот такой хлеб. Вот такие буханочки с курагой и черносливом. Тоже, смотрю, привезла в холодильник. Немножко вас помотаю. Вот. Так что, вот, кому интересно, поехали. Сейчас посмотрим, какой улов будет из нашего холодильника. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, улов оказался не таким уж и плохим. Это вот дети привезли свинину домашнюю. Они покупают всегда домашнюю свинину. И то, что вот у них осталось. То есть, неплохое количество грудинки. Ну, соответственно, молоко просроченное. Творог просроченный. Сметана просроченная. Нашла вот такие вот ребрышки. Это в моих уже запасах с мяском свинину. Так что, кому интересно, что сейчас я из этого приготовлю. Оставайтесь с нами и посмотрим, что же у нас получится. Еще масло нашла. Это масло мы оставляли перед тем, как уехать на море. Ну, то есть, три недели оно уже вот лежит в этой баночке. В общем, если хорошо порыться в холодильнике, можно найти много запасов, как я поняла. Ну, что у нас вышло. Первым делом сварили питомцам кашку. Я им, конечно, не варю летом кашку. Кормим их сухим кормом. Но постольку, поскольку... Что-то у моей зубы, видать, болят. Девять лет ей плохо стало. Ну, раньше там косточки мы им с мясом покупали. С удовольствием ела. А сейчас так нехотя, а то закопает, ну, то так прям медленно погрызет. Ну, видать, уже старенькой стала. Девять лет. Зубки болят. Вот я им сварила кашу с этими вот, с грудинкой пшенную. Горяченькой еще. Сейчас разложу. Поставлю остывать. Вот одно молочко ушло в пшенную кашку. Че-то я так раззавидовалась на собачью еду, что захотелось сварить пшенную кашку. Бабушка у нас, дедушка, любит кашку. Вот так вот. Достала из духовки... Смеюсь вон над Пашей. Достала из духовки картошечку. Вот с... Ну, тут свинина на хрящиках. Где ребрышки попадаются, где хрящики. Вот такая картошечка в духовочке запеченная. Это Паша там на заднем фоне. Дрифтит. Вот такая картошечка. Ой, вкусненько. Приправками ее посыпала. Солью вкуснейшей. Красота. Вкуснота. Паш, не хочешь поесть? Нет. Всем привет, с вами Паша. Ну, хорошо, поздоровайся. Ну, что тебе доктор-то сказал? Вот, и далее. Я все поправила. Приехал Паша. Что тебе доктор-то сказал? Что? Какое у тебя заболевание-то? Ярочки там. Ну, что, типа, деломатиз. Типа ты деломатиз? Да не деломатиз, а стоматит. Ой, не могу. У Пашки болезнь деломатиз. Это машина такая деломатиз. А у тебя стоматит. А у моей жены такая болезнь. Ты можешь спокойно вот посмотреть в камеру и посидеть. Можешь? Нет, не можешь. Все понятно. Пошла баба дальше разбирать. Ревизию наводить в холодильнике. Из творога сделала тесто. Вот такое тесточка. Из творога и масло, которое было, сделала тесто. Вот сейчас хочу сделать печеньки из детства. Пашка трындит там на заднем фоне. Мы с Катей вообще же от этого Павла просто угораем. У него сто детей. Нужны они ему для чего? Как, чтобы раздавать их людям, чтобы раздавать их людям. Ой, Павел, фантазер. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что у нас получится. Грудинку я посолила. Она у меня часа три пролежала. Сейчас я ее залью водичкой, добавлю лавровый лист, перец горошком душистый. Ну, там, что у меня есть, кориандры немножко. И с момента закипания ее поварю. Но я покажу. Грудиночка закипела. Аппетитная такая. Лаврушечкой пахнет ароматной. Сейчас поварю ее. Минут сорок, может, поварю. А из духовки так вкусно пахнет печеньем, ванилином. Сейчас посмотрим. В общем, вот. Ну, самое-то главное. Посмотрите. Холодильники. Порядочек. Чистота. Это я вчера варила кетчуп из кабачков. Ну, немножко у меня паста была неудачная, томатная. В следующий раз покажу. А это патиссончики. Остался рассол. Я сделала маринованные. Вот так вот я люблю, когда в холодильнике. Да, Паш? Так мы любим, когда чистота. Ничего лишнего. Все только по делу. Молочко. Все. Все по полочкам. Все разложено. Здесь кисломолочные. Ряженка, бифидок, сметанка. Ну, и Пашкины ломтики. Здесь майонезы, соусы, паста томатная. Вот. В общем, ревизию мы навели сегодня удачненько. Вот такие розочки из творога. С пылу, с жару. По старинному рецепту из нашего детства. Так они румяненькие. Что-то бледненькие какие-то на камеру кажутся. Ну-ка. Вот. Смотрите, какие румяненькие. Ой, горячие. В общем-то, вот. Ничего не пропало из холодильника. Абсолютно ничего. Вот такая вкуснота получилась. Грудиночка. Я ее натерла чесноком. Она остыла. Я ее натерла чесноком, паприкой. Кориандр. Вот кориандр добавила молотой. Паприку нашу любимую, копченую. Молотую. Чесночком натерла. Сейчас заверну в пергаментную бумагу и уберу в холодильник. Ой, время четыре. Я еще сегодня не присела. Саша звонит, как всегда. Что делаешь? Да ничего, говорю, не делаю. Семечки вон на скамейке грызу. Щелкаю. Мужики такие странные личности. И что я делаю? Действительно. Что я делаю? У домохозяйки совсем дел-то нет. Ой-ой. Ай-яй-яй. В общем, надоело мне ревизией заниматься. Пришел Саша с работы. И мы поехали. Костя! Все как шумно. Как шумно. Куда мы поехали? Ладно. Так что вот, сегодня прошел вот так наш понедельник. Мы поехали к друзьям. Чего там случилось? Давно их не видели. Лоб в лоб на конец. Как это? Ой, ну вот мы подъехали. Ой, все потеряли-ка. Конфеты потеряли. И нас никто не открывает. Могло тебе это открывать? Ну все. Чего это нам? Никто не открывает. Ура! Нас впустили. Не могу пройти мимо хирзантемы. Вообще у нее, конечно, что-то. Надо у нее немножко подковырять. Подковырять. Подковыривать. Арка какая красивая. Атонка! Атку, привет! Атку, привет! Атку, привет! Привет, Атка! Атка! Чего у тебя тут? Атка, голубокляжая ты, рожа. Атонка! Атка! Вот. Домик-то уже все облагородили. Облагородили. Красота! Ладно, пойдем общаться. Есть торт. И т.д. и т.п. Всем пока и до новых встреч! Мужички у нас шашлык жарят. Тонари горят у бассейна. Никита гуляет мой. Наш, наш, мой. Наш мой, Никита! Каська тут вообще. Любовь моя крови. Любовь всей моей жизни. Ай, тут цветунки. Девчонки здесь, мальчишки там. Все распределены. Вот так весело у нас проходит вечер понедельника. Играем в мафию. Пашка маленький мафиозик. Серега большой мафиозик. Никитос, Никитос этот, наркобарон. Катька мафиозка. Ой-ой-ой, как вас много. Хаутичное движение. Девчонки, грудь. Продолжение следует...